МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплухина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ограничения сохраняются. В Пензенской области продлен режим повышенной готовности и действия, связанных с ним основных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Ура-каникулы! В День защиты детей зареченские учреждения культуры и образования провели дистанционные праздники и анонсировали программу своих онлайн-событий в первый месяц лета. Напоминаю, мы фотомарафоны выкладываем 3 дня. 1, 2 и 3 июня на наших официальных страничках. В сердцах и книгах память о войне. Любовь Лаганина вошла в число победителей 12-го областного конкурса по продвижению чтения. Проект зареченского библиотекаря посвящен пензенцам, героям Советского Союза. Хотелось бы донести до нашей молодежи имена этих героев и обратить внимание на то, какой подвиг они совершили в таком юном, можно сказать, молодом возрасте, 18-20-летний есть герои. Далее все подробности начнем с главного. В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 14 июня включительно. Соответствующее постановление подписал глава региона. Документ продлевает основные действующие ограничения, в частности, запрет на проведение массовых мероприятий, на посещение храмов и кладбищ. Сохраняются ограничения в работе ряда торговых объектов с непродовольственными товарами. Режим повышенной готовности подразумевает также самоизоляцию всех, кто в это время не работает. Кроме того, сохраняются требования по соблюдению социальной дистанции в 1,5-2 метра и обязательному ношению защитных масок в общественных местах. Отмечу, что постановление губернатора не продлевает необходимость оформлять специальные разрешения на въезд и выезд из Заречного. Для того, чтобы пересекать черту города, жителям, как и прежде, нужен только зональный пропуск. В то же время до 14 июня продлевается запрет на въезд в город по талонам к пропускам. По таким талонам зареченцы проводят в город близких родственников, живущих за пределами Заречного. Суточный прирост заболевших COVID-19 в России снизился до 2,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России. Уточняется, что за последние сутки в стране были подтверждены 9035 случаев коронавируса в 84 регионах, более 40% из них без клинических проявлений. Также за сутки в России скончались 162 человека с COVID-19. Общее число летальных случаев с начала эпидемии составило 4855. За сутки после лечения от коронавируса выписано 3994 человека. Всего выздоровели 175 877. В Пензенской области за последние сутки выявлено 85 заболевших COVID-19. Всего с начала эпидемии заразились 2417 человек. Среди пациентов трое детей 5, 15 и 17 лет, сообщает официальный портал областного правительства. Возраст остальных от 30 до 94 лет. Новые случаи заболевания выявлены в 20 районах области, а также в Пензе – 16, Кузнецке – 2 и Заречном – 1. За истекшие сутки по выздоровлению было выписано 28 пациентов. Общее число вылеченных за весь период – 1855. Летальных случаев за сутки зафиксировано не было. За весь период в регионе умерли 19 человек с коронавирусом. По данным эпидемиологов Межрегионального управления номер 59 ФМБА России, за последние сутки был выявлен один новый случай заражения коронавирусом. С учетом 14 подтвержденных на 30 мая диагнозов, общее число зарегистрированных больных с COVID-19 по состоянию на 1 июня составило 105 человек. Из этого числа, по информации на вечер 31 мая, два человека скончались, 58 выздоровели. Под медицинским наблюдением находится 323 зареченца. Снято с медицинского наблюдения в связи с истечением срока самоизоляции 825 человек. 1 июня 2020 года в Заречном впервые не зазвенели ребячими голосами территории школ, учреждений культуры и дополнительного образования. Пандемия коронавируса отсрочила начало летней оздоровительной кампании, но не отменила каникулы и праздник. День защиты детей состоялся, правда, в режиме онлайн. Чтоб коронавирус нам прогнать, надо вам на флешмоб рисунки присылать. Ярким флешмобом предложили зареченцам отметить начало лета и Международный день защиты детей сотрудники Дворца культуры «Современник». Собрать юных художников вместе не позволил запрет на проведение массовых мероприятий, поэтому праздник прошел в дистанционном режиме. Дети рисовали на асфальте и присылали фото своих работ. Снимки опубликованы в официальных аккаунтах Дворца культуры в социальных сетях. И это только часть насыщенной программы празднования. День защиты детей стал еще и днем знакомства с юными зареченскими талантами. Познакомим с детскими коллективами, которые занимаются на базе нашего учреждения, с теми, которые уже есть, и теми, которые присоединятся к нам в начале нового 58-го творческого сезона. Вы можете уже начать записываться в эти творческие коллективы. День защиты детей в режиме онлайн прошел на интернет-площадках всех учреждений культуры Заречного. ДК «Дружба» запустил два праздничных фотомарафона. «Я у мамы молодец» и «Дети цветы жизни». Свои снимки прислали более 300 ребят. Можно посмотреть, улыбнуться, потому что фотографии все очень красивые, детки все замечательные. Порадоваться за наших ребятишек. Напоминаю, мы фотомарафоны выкладываем три дня. Первого, второго и третьего июня на наших официальных страничках. Полюбоваться на фотографии интернет-пользователям предложили и сотрудники информационно-библиотечного объединения. Они пригласили Зареченцев на онлайн-выставку фотографа Екатерины Попковой. Фотограф должен фотографировать не то, что видит, а то, что чувствует. Поэтому надо стать для ребенка другом. Я очень люблю фотографировать детей. Они главные герои моих съемок. Дети – это жизнь, это счастье, это радость. А Центр здоровья и досуга отметил сразу два праздника – День защиты детей и юбилей клуба «Домоседов.нет». Он существует уже пять лет. Это объединение проводит игры, конкурсы и мастер-классы для юных зареченцев и их родителей. Сейчас очаровательная «Домоседка» продолжает развлекать своих друзей в дистанционном режиме. День рождения! Мне сегодня целых пять лет! У меня сегодня праздник! Я сегодня принимаю поздравления! К празднованию Международного дня защиты детей присоединились и сотрудники музейно-выставочного центра. Они посвятили зареченцев в историю народных промыслов, научили делать куклу-оберег и рассказали об истинном предназначении абашевских игрушек-свистулек. Жители села Абашево верили, что злые духи, которые очень любят нападать на маленьких ребятишек, боятся шума. Это такая общемордовская традиция. Перекочевала она в суеверии и русского народа отчасти. Сотрудники учреждений культуры заречного уже больше двух месяцев общаются с горожанами и не дают им скучать в режиме онлайн. Но все они с нетерпением ждут, когда же взрослые и дети снова смогут прийти к ним в гости. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Из-за ограничений, действующих в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, старт летней оздоровительной кампании откладывается. Организовать досуг школьников, помочь им сделать дни каникулы интересными и полезными, призваны региональные проекты «Онлайн-лета 58» и «Умное лето 58». «Онлайн-лета 58» предлагает школам организовать дистанционную работу с ребятами разного возраста по тематическим дням. Исследовательский понедельник, спортивно-трудовой вторник, творческая среда, профориентационный четверг, интеллектуальная пятница и культурная суббота. Каждое учреждение может включить в программу и другие направления с учетом своего профиля. В рамках проекта «Умное лето 58» учреждения дополнительного образования будут реализовывать краткосрочные программы дополнительного образования и дистанционные мероприятия по шести направлениям – техническому, художественному, социально-педагогическому, туристско-краеведческому, спортивно-оздоровительному и естественно-научному. Каждый ребенок может выбрать интересующее его направление деятельности. А познакомиться с расписанием занятий можно на сайте Департамента образования и на сайтах образовательных учреждений. Какими стали два с лишним месяца дистанционного обучения для городских учреждений дополнительного образования? Как адаптировались педагоги и ученики к новым условиям занятий? Какой опыт извлекли? И как учреждения дополнительного образования будут помогать родителям организовывать досуг ребят во время школьных каникул, пока не открылись оздоровительные лагеря? Обо всем этом расскажет начальник отдела Департамента образования Юрий Сватухин. Встреча в студии сразу после рекламы. Ну а пока продолжим выпуск. И 1 июня в День защиты детей опубликована хорошая новость для тех, кто уже готовится проститься с детством. Министерство просвещения России планирует выпускной для школьников провести в привычном, очном формате, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова. В ходе состоявшегося в первый день лета онлайн-фестиваля «Большая перемена» руководитель ведомства сказал, надеюсь, что все восстановится, мы для этого все делаем. И, как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате. И к другим темам. С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации отменяется специальный налоговый режим – система наглогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. А с января 2020 года уже не могут быть плательщиками ЕНВД аптеки и продавцы обуви и изделий из натурального меха. Предприниматели и организации, применяющие единый налог на вмененный доход, должны перейти на другие режимы налогообложения. Например, на упрощенную систему. Индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей деятельности не более 15 работников, могут выбрать патентную систему налогообложения. Те, у кого нет наемных сотрудников, могут применять налог на профессиональный доход, который чаще называют налогом для самозанятых. Он начнет действовать на территории Пензенской области с 1 июля 2020 года. Организации индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов также освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД. То есть налог на прибыль организации, НДФЛ, налог на добавленную стоимость, налог на имущество организации, до физических лиц. Информация о всех существующих режимах налогообложения размещена на нашем сайте, сайте ФНС России, налог.ру, где подробнее можно посмотреть, почитать все условия для того, чтобы решить, на какую систему налогообложения. С 1 января 2021 года налогоплательщик готов перейти. Выбрать новую систему налогообложения предприниматели и организации должны заранее. О своем решении необходимо сообщить в налоговую инспекцию в текущем году. Те, кто сейчас использует систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и до конца 2020 года не предоставит никаких документов, будут переведены на общий режим налогообложения. На сегодняшний день знакомиться с режимами налогообложения индивидуальные предприниматели и руководители организаций могут только самостоятельно на сайте Федеральной налоговой службы. Пока на территории Пензенской области действует режим повышенной готовности, специалисты инспекции не проводят прием граждан. Планируется, что обратиться к специалистам налоговой службы лично налогоплательщики смогут с 15 июня. Но перед визитом в инспекцию горожанам нужно будет предварительно записаться на прием. Онлайн-регистрация посетителей ведется на сайте Федеральной налоговой службы. Войти в здание Зареченской инспекции Федеральной налоговой службы посетители смогут только в защитной маске и перчатках. С 1 июня возобновляется плановая вакцинация детей в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Напомню, процедуры по иммунизации были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Сейчас специалисты детской поликлиники снова начинают делать прививки. Юных зареченцев будут вакцинировать от коклюша, дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита и гепатита. О том, что ребенку нужно прийти на прививку, родителям сообщит участковый педиатр. Прививать детей будем по вторникам и четвергам в дни здоровых детей с соблюдением нормы санитарно-эпидемиологического режима. Вакцинация будет проводиться строго по предварительной записи. На ребенке и родителях должны быть маски. Зареченский библиотекарь вошла в число победителей 12-го областного конкурса по продвижению чтения и память книга оживит. Конкурс проводился с февраля по май 2020 года в рамках 15-го книжного фестиваля «Открытый мир библиотек», посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие 87 специалистов библиотек со всей Пензенской области. Финал профессионального состязания состоялся дистанционно в режиме видеоконференции. Первое место в номинации «Просветительский проект» заняла Любовь Лаганина, заведующий сектором литературы по искусству Зареченского информационно-библиотечного объединения. О проекте «В сердцах и книгах память о войне» наш следующий материал. Информационно-библиотечное объединение Заречного предложило горожанам вспомнить о земляках-героях. Просветительский проект «В сердцах и книгах память о войне» посвящен уроженцам Пензенской области в годы Великой Отечественной войны удостоенным звания Героя Советского Союза. Как правило, знают только одного-двух, ну трех максимум героев. В частности, вот про Кижеватого все говорят, когда задаешь вопрос о наших героях, остальных не знают, а их более двухсот у нас. И хотелось бы вот донести до нашей молодежи имена этих героев и обратить внимание на то, какой подвиг они совершили в таком вот юном, можно сказать, молодом возрасте, 18-20-летние есть герои, практически их ровесники, для которых этот проект и задумывался, реализуется. Автор идеи – заведующая сектором литературы по искусству Любовь Лаганина. Предполагалось, что реализация проекта продлится весь 2020 год. Планировались передвижные выставки в школах, выходы на городские площадки, флешмобы, молодежные акции, тематические викторины. Мы хотим обратить внимание нашей молодежи на книги, написанные фронтовиками, документальные книги, исторические, военные и художественные, которые основаны на реальных событиях. Это проза, поэзия, это, конечно же, песни, о битвах книги. На эти вот книги мы хотели обратить. Мы выбрали 75, то есть по количеству лет после Великой Победы, пройденных. Жизнь внесла свои коррективы. В связи с введением режима повышенной готовности и запретом всех массовых мероприятий, события проекта пришлось перенести в онлайн-пространство. Также дистанционно проходил и финал областного конкурса по продвижению чтения и память книга «Оживит», в котором свою разработку представила и Любовь Лаганина. По результатам состязания проект «Зареченского библиотекаря» был назван лучшим в номинации «Просветительский проект». Сейчас реализация инициативы продолжается. В частности, на интернет-площадках проходит викторина и родом они пензенские. Вопросы выкладываются в официальных группах информационно-библиотечного объединения в социальных сетях. Там же публикуются и ответы. Итоги планируется подвести в декабре, в День Героев Отечества. А реализация проекта продлится в 2021 году. Лето онлайн. Как педагоги помогают родителям организовывать досуг школьников, ушедших на каникулы. Об этом через несколько минут сразу после рекламы. Медицинский центр «Губернский доктор» предлагает своим пациентам диагностику всех органов и систем организма на УЗИ-аппарате премиум-класса с функцией эластографии. Точный диагноз. Быстрый результат. «Губернский доктор» с заботой о вашем здоровье. Телефон для записи 60 88 99. Очередное обращение главы Росатома Алексея Лихачева. Петрозаводск-МАШ собрал гидроемку с темной для системы защиты Курс КС-2. Продолжается цифровизация атомных предприятий. Смотрите в среду в 20.00. Новости на канале «Заречный» продолжается. У нас время встречи с гостем. И сегодня я приветствую в нашей студии начальника отдела департамента образования города Заречного Юрия Сватухина. Добрый вечер, Юрий Борисович. Добрый вечер. Итак, Юрий Борисович, 1 июня, начало летних каникул и уже окончательное завершение учебного года. Для учреждений дополнительного образования этот учебный год тоже был необычным и непростым. Как справились педагоги, ученики вот с таким дистанционным форматом общения и обучения? Да, действительно, это так. Необычным стал для нас этот учебный год, его завершение. Но, тем не менее, мы его завершили, завершили успешно. К электронному обучению и дистанционным образовательным технологиям дополнительное образование готовилось. В законе об образовании Российской Федерации такое обучение предусмотрено. И в связи с тем, что с 2021 года дополнительное образование переходит на целевую модель развития в нашем регионе, уже с января начались семинары областные. Вот в январе прошел семинар для директоров, для методистов. В программу повышения квалификации педагогов включены были разделы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Поэтому сказать, что дополнительное образование не готово было, наверное, это неправильно. Но вот то, что пришлось в него вступить сразу, резко, практически вот в один день, вот это действительно так. Так, буквально с первого дня, как был объявлен режим повышенной готовности, большая работа была проведена во всех учреждениях дополнительного образования по подготовке локальных актов, по тому, чтобы скорректировать рабочие программы дополнительного образования, провести мониторинг готовности педагогов, детей, родителей к электронному и к дистанционному обучению. Потому что такого мониторинга раньше не было. Да, педагоги занимались, применяли дистанционные технологии, но вот в массовом режиме, конечно же, такого не было. И вот первые недели показало, что мобильно дополнительное образование сработало, провели все необходимые корректировки, много пришлось изменить, доработать, переработать, но тем не менее продолжить обучение детей дополнительному образованию. В дополнительном образовании каникул нет, и поэтому у нас не было времени на большую подготовку. И буквально с первого дня, с 17 марта, пришлось вливаться вот в такие формы работы. Сейчас уже можно сказать, что дистанционные образовательные технологии, они для каких-то направленностей были выигрышны, а для каких-то направленностей, конечно же, очень трудно было перейти только на теорию, потому что вождение автомобилей только в теории было, да. Работа на карных фрезерных станках тоже только в теории. Но в каких-то моментах педагоги находили различные варианты, продумывали образовательные мероприятия, и в этих случаях тоже. Таким образом, вот, сложилась разнообразная система. Если мы говорим о дистанционных технологиях, то это мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, различные активности в режиме реального времени. То есть педагоги использовали различные платформы, на которых встречались с детьми в прямом эфире, общались, проводили занятия. С применением электронного обучения, когда формировали подборку различных образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров для самостоятельного использования. То есть эти материалы размещались на сайтах образовательных организаций, в социальных сетях. Дети могли самостоятельно их брать и в свободном режиме их использовать. Бесплатные интернет-ресурсы предлагались детям. Сайты государственных учреждений культуры, спорта, которые открыли доступ к различным архивным материалам, трансляциям спектаклей, фильмов, концертов, мастер-классов. Также ресурсы средств массовой информации использовались. Это и образовательные, и научно-популярные передачи, фильмы и интервью. Также образовательные и развивающие материалы на печатной основе предлагались детям. Как можно использовать ту библиотеку, которая есть в семье. Как можно использовать те ресурсы, книги, которые размещены в интернете. Ну и, конечно же, конкурсные мероприятия предлагались детям, на которых не требуется очного присутствия. Таких конкурсных мероприятий было много организовано как на уровне самих учреждений, так и на уровне города, области и в том числе всероссийских. Наши дети принимали активное участие в разных конкурсах, в том числе становились победителями-призерами всероссийских. Вот таким образом мы подошли к завершению учебного года. Кстати, хотелось отметить, что в июне в некоторых образовательных организациях продолжилось обучение именно по дополнительным общеобразовательным программам, где ребята не смогли вот в том режиме, который был в апреле-майе, пройти полностью программу. И поэтому для них создана сейчас возможность, когда уже нет уроков школьных и больше времени можно уделить дополнительному образованию, они в июне все упущенные занятия, они наверстают и пройдут программу обязательно полностью. Юрий Борисович, есть у нас учреждение дополнительного образования, где дети занимаются, ну, скажем так, это для них хобби, это для них увлечение. В Центре образования и профессиональной ориентации ребята получают некий документ об образовании уже, да? Вот, то есть после курса обучения в этом году они получат какие-то документы? Да, конечно, тем, как я уже говорил, на тех специальностях, которые не обязательно требовали вот очного присутствия, да? К практике какой-то. Да, к практике. Ну, вот я пример приведу из своего личного опыта, как педагога, да? Это основа журналистики. Ребята смогли освоить полностью программу дистанционно, в том числе даже была увеличена, так скажем, расширена программа, и мы могли включиться еще и в дистанционные образовательные технологии на уровне всероссийском. Мы поучаствовали в мастер-классах от ведущих специалистов в области журналистики, телевидения. Ребята прошли курс обучения и конкурсные испытания, вот в том числе и в телевизионной журналистике, хотя у нас по программе это не было предусмотрено, но вот такой дополнительный курс они смогли освоить. Конечно же, для тех ребят, которые занимались вождением, работая на токарных, фрезерных станках, им теорию они освоили, да, и вот только как закончится режим повышенной готовности, и ребят могут прийти в учреждение, они обязательно сдадут и практическую часть. То есть, в общем, если подводить итоги вот этих двух месяцев, таких непростых и необычных, можно сказать, наверное, что и для системы дополнительного образования, это хотя и стресс был, но тем не менее это хорошая школа, и для педагогов, и для учеников. Да, конечно, и мы уже сейчас говорим, что есть определенные положительные моменты. Были же, конечно, трудности технологического характера. Не у всех скоростной интернет, который позволял вот в режиме реального времени участвовать в занятиях. Там один компьютер на несколько детей, на всю семью, тем более был период, когда и родители работали удаленно, да, дома. Были сложности, но, тем не менее, вот практически с каждым индивидуально педагоги находили варианты решения этих проблем, и сейчас могут они продолжить эту работу. Юрий Борисович, с началом лета для дополнительного образования горячая пора не закончилась, а, наверное, она стала даже еще горячее, поскольку лагерей, во всяком случае, в июне не будет, уже это известно. Поэтому, наверное, вот вообще на всю систему образования сейчас особая ответственность, потому что у ребят закончилось обучение, а лагерей нет, и ребят нужно чем-то занять. Появилось больше свободного времени. К сожалению, не такое начало мы планировали лета. Мы очень готовились к нему, об этом мы говорили. Как только закончилась у нас летняя кампания прошлого года, мы уже начали готовиться к этому. У нас было очень много идей, разработанной уже программой смен. Но время внесло свои изменения, и сегодня, 1 июня, в День защиты детей, мы начали онлайн. Лето 58. Несколько слов я скажу о тех проектах, которые сегодня стартовали. Сегодня стартовало два проекта по рекомендации Министерства образования Пенинской области на территории всей нашей области. Это проект «Онлайн лето 58» и «Умное лето 58». Эти проекты предполагают, что каждая каникулярная неделя будет разделена на профильные тематические дни. Понедельник – это исследовательский день, вторник – спортивно-трудовое, творческая среда, профориационный четверг, интеллектуальная пятница, культурная суббота. И вот в зависимости от этих тематических дней ребятам предлагаются различные активности. Активности, исходя из вот тех интересов, которые у детей сложились, и, может быть, они что-то новое уже еще почерпнут для себя этим летом, так как появилось очень много свободного времени. Активности предусмотрены для трех возрастных категорий. Для детей начальной школы, для детей среднего школьного звена и для старшеклассников. Предполагается как демонстрация уже готовых материалов, так и непосредственно онлайн-участие в мастер-классах, в тренировочных занятиях, в творческих занятиях, когда в режиме реального времени ребята что-то могут создавать, в чем-то участвовать. Также хочется сказать, что для старшеклассников и, может быть, даже для детей среднего звена предполагается то, что они могут подготовить какую-то активность для детей младшего звена, записать это на видео и предложить в программу таких тематических дней. Кроме того, что дети могут участвовать в различных мероприятиях, они еще могут подготовить творческий отчет о том, как у них проходит онлайн-лето. И мы объявили конкурс таких творческих отчетов, который подведем в начале нового учебного года. Ребята могут готовить видеоотчеты, фоторепортажи, дневники, в том числе и видеодневники, и подготовить презентации. Вот о том, какие мероприятия каждый день проходят, как можно подготовить творческий отчет. Подробно мы рассказываем на сайте Департамента образования, в социальных сетях, рассылаем эту информацию по образовательным организациям, чтобы они тоже на своих сайтах размещали, чтобы всеми возможными способами доносили эти сведения для детей и родителей. Ребята могут размещать в социальных сетях вот ту информацию, то, как они проводят лето, с хэштегами онлайн лето58 и заречное лето онлайн. Юрий Борисович, вот вы как специалист, какие рекомендации дали бы родителям, поскольку у родителей, естественно, тоже много беспокойства. Дети на каникулах, родители многие уже вышли на работу. Как родителям наиболее рационально организовать досуг детей, которые сейчас вышли на каникулы? В день защиты детей обратиться еще к родителям. Обязательно я рекомендую составлять режим дня ребенка. Не все родители сейчас находятся рядом с детьми. И вот для того, чтобы быть более спокойным, составьте накануне режим дня, продумайте, как можно это проконтролировать, куда ребенку, каким образом, где можно заняться, что посмотреть. И обязательно соблюдать те требования, которые вот в дни повышенной готовности требуются. Если прогулка, то лучше со взрослыми. И не надо собираться в большие группы. Да, понятно, что все соскучились друг по другу. Но вот еще немножечко мы... Потерпеть еще чуть-чуть. Да, если мы будем соблюдать все эти требования, то мы скорее встретимся уже не на онлайн-площадках, а на площадках в школах и в учреждениях дополнительного образования. Спасибо, Юрий Борисович. Мне остается только пожелать, чтобы действительно и педагоги, и ребята поскорее встретились именно так в оффлайне. Спасибо. Спасибо. У нас в гостях был начальник отдела департамента образования города Заречного Юрий Борисович Сватухин. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале Заречной и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова